Привет, друзья! Меня зовут Евгений, компания Allegri. Я выхожу из нашего офиса, который находится в центре Валенсии по адресу Gran Via Fernando el Catolico номер 46. Поэтому будете в Валенсии, обязательно зайдите. А я сегодня иду смотреть буквально в 100 метрах отсюда один интереснейший объект. Нет, четыре объекта. Один объект стоимостью 2 миллиона 700 тысяч, который состоит из четырех отдельных зданий, которые стоят 675 тысяч. Можно купить все вместе, а можно по отдельности? Пошли смотреть! Ну что, вот мы и повернули с нашей Гранвии, там где у нас, напомню, есть офис и оказались на небольшой испанской Валенсийской улочке. И вот здесь перед нами 4 здания. Они, конечно, различаются двумя цветами, то есть есть красный и есть серенький. Но в итоге это 4 здания, которые принадлежат одной Валенсийской семье, а именно четырем веткам. И каждый из них продает это здание отдельно. И удалось договориться с ними, объединить это все в один лот. И сегодня эти здания продаются за 2 миллиона 700 тысяч. По большому счету это пакет-квартет. Да, то есть, если у вас есть четыре друга, можно точно также сохранить эти четыре здания в собственности каждого из них и получить золотую визу. А сейчас подробненько пройдемся по нюансам этого здания, по планировке и что же можно все-таки сделать в этом здании. Эти четыре здания в общей сложности составляют 2400 квадратных метров. Каждое из зданий, то есть здание номер один, состоит из нижнего этажа, который по документам является коммерческим помещением первого этажа, второго этажа и третьего этажа, который по документам первый, второй, третий, являются квартирами. В общей сложности это 544 квадратных метра и дополнительный участок патио, внутреннего дворика. В итоге четыре здания с идентичной планировкой, которые стоят вместе фактически в самом центре Валенсии. Но неинтересный это действительно продукт с точки зрения инвестиций. Его можно разбивать на четыре отдельных инвестора, его можно купить все вместе, его можно рассмотреть под полную реконструкцию и продажи этих квартир здесь, и можно рассмотреть под какой-нибудь апарт-отель либо отель. Поэтому, дорогие мои инвесторы, которые на нашем канале находятся, не забудьте написать мне и спросить у меня, как лучше использовать эти здания. А мы дадим все расчеты так, как оно есть. Ну что, дорогие друзья, нам вручили такой документ, где мы, собственно говоря, можем посмотреть и планы, и планировки предложенного проекта нашими дорогими коллегами. Я сейчас нахожусь на нижнем этаже этого замечательного здания. То есть состояние его, конечно, вообще отнюдь не замечательно, но это как раз интересно, и увидеть его, когда кто-то его купит, реабилитирует и посмотреть на финал и итоги. Здесь мы находимся в коммерческом помещении. Как видите, что здесь ничего нету, то есть все полностью снесено, и это здание уже фактически подготовлено под того, чтобы здесь делали хорошую качественную реформу. То есть по проекту здесь две квартиры можно поместить, либо оставить все-таки коммерческие помещения, это на усмотрение уже будущих собственников. Если мы говорим про две квартиры, то это две квартиры. Одна с одной спальней, другая с двумя спальнями с выходом в пати, который можно облагородить и сделать очень круто. Здесь классная высота потолков, что тоже не может не радовать. И это старая Валенсия, это всегда подкупает будущих покупателей. И такой интересный вот как раз проход. Я могу вот так зайти в него, да, и мы попадаем с вами во второе уже здание и второе коммерческое помещение. Поэтому как раз формат может быть апарт отеля. Здесь тоже вполне может быть, потому что между этими зданиями все можно построить и их соединить. И соединить в одно действительно классное, замечательное пространство. Вот. Если мы говорим про реабилитацию этого дома и постройку и продажу квартир, здесь квадратный метр на сегодняшний день стоит около 1100 евро. Напомню, это 2 миллиона 700 тысяч за 2400 квадратных метров. Ну и вот состояние такое интересное. Видите, здесь такие палки, укрепления, дырки. Вот. То есть, когда эта палка деревянная еще, ее нужно, естественно, снять и поставить металлическую. Если здесь тоже дерево, но в хорошем состоянии, очень часто используют укрепления таких перекрытий. Поэтому это реабилитация, которая гораздо дешевле выйдет в стоимости метра квадратного, нежели построить новый. Плюс-минус, если мы говорим про цифры, реабилитация такого, то есть, ремонт это будет около 800 тысяч евро. Если мы говорим про постройку нового, то это 1800 евро за квадратный метр. Очень важный момент. Когда вы хотите что-то построить в Валенсии, то есть, это отель или просто новый дом, вы должны всегда смотреть, где вы покупаете. Вот в данном случае наша улица, конкретно эти четыре здания находятся под защитой. Поэтому этот конкретно фасад вы не можете изменить и нужно будет с ним смириться. Нравится он вам или не нравится, он будет точно таким. Но мне кажется, он как раз и добавляет колорита валенсианского, потому что это именно такая улица, как и много других центральных улиц в городе Валенсии. Внутри вы сможете сломать, как вы хотите. Хоть полностью сломайте, хоть поперек сломайте, но вы приведете это здание в порядок и оно будет работать на вас. Мы с вами поднимаемся на первый этаж. Это, кстати, удивительно, когда мы поднимаемся на первый этаж, потому что в Испании, как вы знаете, что первый этаж это наш второй. Если кого-то испугали в этом видео дырки и кто-то думает, что это капец, катастрофа и это никогда не восстанавливается, здесь лучше полностью все снять, не думайте. Эти дырки сделали испанские строители, которые просто не хотели весь этот строительный мусор, когда сносили перестенки, спускать вниз. И поэтому они по этим дыркам все опускали. Поэтому это логично, нормально. Не переживайте, с нами ничего не произойдет. И я, и Марк, мы выжим в этом здании. Вообще, кстати, я недавно смотрел фильм, там где было такое социальное жилье и людей, которые занимаются распространением наркотиков, у них были вот такие как раз дырки. Их невозможно было освоить, потому что они делали вот так раз и они уже совершенно в другом здании. То есть опять мы с вами перешли между первым и вторым зданием. Есть вот такие классные, замечательные переходы и здесь, как видите, уже своя лестница, своя дырка, которую просверлили и состояние, наверное, уже не такое пугающее, как это было, когда мы находились на нижнем этаже. Ну вот, что обратите внимание, обратите внимание, что здесь очень много окон. В принципе, весь этот, вся эта часть, квартиры будут небольшие, но окон достаточно. И поэтому это очень-очень даже хорошо. Но для отеля, мне кажется, вообще помещение идеальное просто, потому что здесь можно делать классно, потому что много территорий, которые можно объединить под общую и много комнат можно выжать из этой планировки. Итак, на плане, который мне дали, если вы рассматриваете это здание как с точки зрения инвестиций под реформы и потом продажи отдельных квартир, этот архитектор нарисовал две квартиры. И где-то приблизительно вот здесь вот, как раз вот по вот этой вот стеночке, с левой стороны от меня будет одна квартира. Это квартира с одной спальней. И с правой стороны это будет другая квартира. Это квартира с двумя спальнями, где салон вместе с кухней смотрит на улицу, потому что это все объединяется в одно пространство. И уже вторая задняя часть здесь делается под спальней. И спальня будет находиться в патио. Соответственно, мы получим классическую испанскую планировку. И если рассматривать именно под доходный дом и сдавать эти квартиры в будущем, то в центре Валенсии вы сможете отлично сдать новое жилье. Я думаю, что евриков между 800 и 1200 евро будет стоимость такой квартиры 100%. Ну вообще, кстати, влажности не ощущается, правда? То есть дом пустой, уже сколько лет стоит, а влажности в нем нету. И вот это дерево, которое сейчас мы на него смотрим, оно, в принципе, на самом деле в нормальном состоянии. Дорогие наши друзья, то есть вот эта вот часть там, где я нахожусь, это как раз то знаменитое испанское патио. И мы все это можем отсюда как бы снести. Ну и как раз вот мой товарищ пока подсказывает, что то, как я и говорил, что внутри вы можете полностью все снимать, но защищен идет фасад. Поэтому с фасадом вы ничего не сделаете. Единственное, что вы его можете украсть, особенно цветами. В Валенсии всегда мэрия, она проверяет все дома и обязательно говорит, что нужно сделать по сохранению, собственно говоря, состояния этих домов. И вот здесь в данном случае здесь были укреплены, укреплена структура вот такой металлической штукой. То есть исходя из чего мы можем с вами сделать вывод, что структура этого дома, ее нужно хорошо изучать перед покупкой, чтобы архитектор вместе со всеми строителями, которые будут проводить работы, действительно подтвердил, а можно ли сохранить основу и структуру или все-таки нужно полностью убрать этот дом. Они изучали этот проект, здесь достаточно много страниц и, по их мнению, это все-таки реабилитация здания, но никак не постройка нового, что, соответственно, несет свои совершенно другие затраты. Итак, друзья, мы поднимаемся на второй испанский этаж, то есть это третий по-нашему, и здесь мы попадаем, конечно, в атмосферу определенной ярмарки цветов, но настроение сразу как-то поднимается, да, то есть и когда ты видишь эти желтенькие ставни и так далее и тому подобное. Обратите внимание, это бумага, то есть говорят, что в Испании никто не клеит обои. А нет, на этом этаже весь этаж облеим как раз обоями, и это очень даже интересно. То, что вот, кстати, может быть не видно на камере, а может быть и видно, каждое помещение имеет разную высоту. Я не знаю, кто был архитектор и кто так придумал эти четыре здания, но с каждым этажом, когда мы поднимаемся, высота каждого следующего этажа, она увеличивается, и вот мне уже прям с нетерпением хочется подняться на последний этаж, потому что здесь ну так уже высоковато, а мне это нравится. Ну что, мы приближаемся к кульминации Атико. Ну что, мы с вами находимся теперь на третьем этаже испанском, четвертый по-нашему, и здесь еще хотел прокомментировать определенные вещи. Вот по проекту как раз наших партнеров, вот здесь должен стоять этот замечательный лифт, который будет по-любому, и он должен быть в каждом издании. И он будет находиться вот здесь с выходом на лестничную площадку, с которой мы поднимались. Дополнительным бонусом верхнего этажа является вот этот вот чердак, который на самом деле, понятно, что когда ты будешь строить, продавать эти квадратные метры, ты не можешь его легализировать, но в будущем при проведении реформы ты на самом деле это все можешь заложить и продумать, потому что все-таки там есть места, где можно вывести свет, и соответственно это может быть очень классная либо кабинет, либо спальня, либо детская какая-нибудь, да, которая может быть детская взрослая, скажем так, да, понятно, что для двух лет нет. Но это прикольное тоже пространство, которое нужно и дополнительные метры, которые здесь не учитаны, нужно их тоже, я думаю, учитывать. Ну вот иногда в испанские здания можно зайти и без ключа. В общем, господа, мы с вами посмотрели эти замечательные четыре здания, как я уже говорил, стоимость общего пакета 2 миллиона 700 тысяч евро, общая стоимость каждого отдельного здания 675 тысяч евро. Эти здания адаптированы как под реабилитацию и продажу потом отдельных квартир, а может быть аренду этих квартир, так и под продажу всего целиком и сделать из этого всего один большой отель. И здесь уже нужно заглянуть на ваши банковские счета, ваши кошельки и принять решение, к какой инвестиции вы готовы. Можно объединиться с друзьями и каждый из друзей купит отдельное здание и получит инвесторскую золотую визу. Поэтому вам решать. Посмотрите наше видео о центре Валенсии. Посмотрите наше видео и прогулки с левашовым дикарями по Валенсии. Вы поймете, что это будет удачная инвестиция в этот замечательный город. Он третий в Испании по величине и сейчас является одним из основных по инвестиции. Я люблю Валенсию, а вы любите? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин